Здравствуйте, с вами новостная служба Центрально-Азиатского телеканала в студии Андрея Рябченко и сегодня в программе. Болезней больше, чем у трех столетних стариков вместе взятых. В Петербурге опубликованы результаты вскрытия младенца у Марали Назарова. Самозащита от облавы или политическая акция. В Таджикистане неизвестные зарезали четверых сотрудников военкомата. Россия и Туркмения начинают газовую войну за Индию. Есть ли шансы у Ашхабада? В Узбекистане задержана группа из 15 милиционеров, которые вместе изнасиловали дубинкой мальчика-подростка. В Челябинской тюрьме избиты заключенные мигранты. Каково положение мигранта-зека в колониях? В субботу рано утром в Душанбе неизвестные лица напали на четверых сотрудников военного комиссариата района Сино. Нападение произошло не на призывном пункте, а на городской улице. На месте от ножевых ранений скончался майор. Прапорщик спустя сутки умер уже в больнице и еще двое военных, старший лейтенант и водитель комиссариата в реанимации в тяжелом состоянии. Министерство обороны и МВД пообещали выплатить щедрое вознаграждение в 10 тысяч долларов тому, кто предоставит информацию об инциденте. Следствие распространило видео, где запечатлен подозреваемый, убегающий по Душанбинской улице. Пока следствие только удалось установить, что инцидент произошел в 7.20 утра в 61 микрорайоне на улице Фердавси. Конфликт завязался с некими неизвестными лицами по неустановленной причине. Расследованием дела занимается военная прокуратура. Министерство обороны поспешило заявить, что убийство никак не связано с принудительным призывом в армию, так называемыми облавами, которые повсеместно проводятся в Таджикистане. По данным оборонного ведомства, военкомат района Сино уже давно выполнил план по призыву, и его сотрудникам просто не было надобности кого-то еще где-то искать. Так что же делали одновременно четверо сотрудников одного военкомата в субботнее, раннее, да еще и праздничное утро на городской улице вдали от места работы? В начале этого года президент Имамали Рахмон категорически потребовал прекратить практику облав на призывников. Судя по всему, его слова остались только призывом, не обязательным для исполнения. Впрочем, и военных понять можно. Кто же согласится добровольно идти в таджикскую армию, где только за один год убили, избили, пытали или сами покончили жизнь самоубийством от издевательств с десяток молодых парней? О практике призывных облав и об их правовой оценке рассказывает правозащитница Офиса гражданских прав и свобод Дилафрус Самадова. Само как себе облава не является термином, которое закреплено в законодательстве, но в народе это имеется в виду, когда люди призывного возраста призывают в причем задержания. То есть они задерживаются и отправляются на воинскую службу. Эта процедура не закреплена в законодательстве, соответственно, считается незаконным методом призыва и нарушает такие права человека, как право на свободу и личные непосновенности. То есть без законных оснований никто не может быть задержан либо арестован. И согласно этой норме задержание призывников из призывного возраста считается как бы нарушением законодательства. В тех случаях, когда это сопровождается принудительным проникновением жилища, также нарушается права человека, как право на непосновение жилища. Если у них нет доступа обратиться в суд, то есть облава порождает другое нарушение, как право на судебную защиту. Касательно ситуации, то есть это такая ситуация, можно сказать, и тревожная, и в то же время ужасная, когда, то есть непонятно. Если это лица призывного возраста избили и убили подрудников военных комиссариатов, то уже надо беспокоиться о том, что такие методы, как облава, порождают такое нарушение, как право на жизнь. Не получать это несоразмерное действие. То есть если со стороны сотрудников военных комиссариатов была нарушена процедура призыва, то есть процедура призыва, и уже идет ответная реакция от жертв. От жертв облавы, как избиение и избиение, которое повлекло за собой смерть. В Санкт-Петербурге объявили официальную причину смерти пятимесячного младенца у Марали Назарова. Согласно заключению судмедэкспертов, мальчик скончался от цитомегаловирусной инфекции, которая осложнилась развитием легочно-сердечной недостаточности. При этом в теле ребенка не обнаружено ни этилового спирта, ни наркотических сильнодействующих или даже лекарственных веществ. Как поясняют врачи, цитомегаловирусная инфекция – это не болезнь, а ее возбудитель. Согласно результатам проведенных исследований, вышеназванный вирус развился у Марали Ни за один день, поскольку поразил дыхательную, сердечную и желудочно-кишечную системы. Судмедэксперты утверждают, что посмертно у мальчика обнаружены и пневмония, и дистрофия печени, и дистрофия поджелудочной железы, и поражение желудка, и отек спинного мозга, и еще много чего. Официальное заключение должно было поставить точку в трагической истории, однако даже не у докторов заключение врачей вызвало большие сомнения. В социальных сетях компетентные пользователи успели разобрать заключение врачей до мельчайших деталей. По их мнению, судмедэксперты не пытались установить истинную причину смерти младенца, а искали подходящий диагноз для того, чтобы уклонить виновников в гибели у Марали от ответственности. От ЦМВ за пару часов не умирают, если учитывать, что на момент передачи ребенка в больницу никаких внешних признаков проблем со здоровьем не было зафиксировано. ЦМВ или цитомегаловирусная инфекция – это в первую очередь поражение ЦНС или почек. ЦМВ не вызывает сердечно-легочную недостаточность и не поражает дыхательную, сердечную и желудочно-кишечную системы ребенка. Если бы у ребенка действительно был набор всех этих диагнозов, он не имел бы такой вид здорового ребенка, как на фотографии. Эти заболевания в одночасье не развиваются. Наиболее вероятная причина смерти, по тем заключениям, что приводит медэксперт – смерть от удушья. Ребенок, скорее всего, перевернулся на живот и задохнулся в подушке. Рядом никого не было, кто бы мог помочь ему перевернуться на спину. Далее коротко о других ключевых событиях Центральной Азии. Сенат Парламента Казахстана принял закон о Международном финансовом центре Астана. Центр будет представлять собой территорию в пределах Астаны с точно обозначенными границами, в которой действует особый правовой режим. У финцентра будут особенные налоговые, валютные и визовые режимы, а также особенный режим привлечения иностранной рабочей силы органами и участниками центра. Законом предусмотрены нормы, касающиеся налоговых льгот органам и участникам центра, а также сотрудникам и участникам сроком на 50 лет. Сегодня курс доллара на казахстанской фондовой бирже составил более 312 тенге. В операционных кассах достигнул уровня в 315. Всего с 30 октября валюта подорожала более чем на 33 тенге. Федеральная миграционная служба России со следующего года начнет сразу же на границе, и у всех мигрантов брать отпечатки пальцев. Миграционщики полагают, что нововведение позволит уже на границе выявлять нелегалов, которые пытаются проникнуть в страну под новым именем, так как ранее им был запрещен въезд. МВД Казахстана изучает видео, на котором неизвестный молодой человек издевается над ослом. На кадрах видно, как мужчина несколько раз поднимает и навзничь бросает животное на землю. При этом оператор шутит, что это борьба по-казахски. В воскресенье в Алматы экипаж дорожно-патрульной полиции спас на мосту девушку, которая решила покончить жизнь самоубийством. Полицейские уговорили ее отойти от перил. Позднее выяснилось, что на столь отчаянный шаг девушка решилась из-за личных проблем в семье и неурядиц. Спасение девушки оказалось заснятым прохожими. Президент Туркмении дал старт строительству газопровода ТАПИ. Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Трубы протянутся почти на 1800 километров. Стоимость проекта почти 8 миллиардов долларов. Но прежде чем подписать соглашение о строительстве системы, Бердым Мухамедов уволил прежнего вице-премьера, ответственность за туркменскую стройку века. Прежний вице-премьер попросился уволить его якобы по состоянию здоровья. На его место поставлен другой, которого однажды уже уволили с этой же должности за низкие показатели работы. С подписанием соглашения президент обещал немедленно начать работы на туркменской территории, чтобы как можно быстрее начать поставки газа в Индию. Однако, как стало известно агентству Reuters, Россия тоже обсуждает с Индией вопросы прокладки трубопровода, чтобы продавать свой газ. Как отмечает агентство, наиболее короткий путь трубопровода в Индию из России пролегает через страны Центральной Азии и Афганистан. В узбекистанском городе Корши, это в 400 километрах к югу от Ташкента, одновременно арестовано 13 милиционеров и двое гражданских сотрудников, включая заместителя начальника милиции города. Все они обвинены в групповом истязании подростка, которого подозревали в краже. По данным Азадлик, милиционеры задержали подростка, подозревая его в краже. Однако мальчик отказывался говорить, и тогда сотрудники отдела по очереди начали его избивать, выбивая признательные показания. Подросток, тем не менее, отказывался взять вину на себя, и тогда силовики начали его пытать, насилуя резиновой дубинкой. Признания от него они так и не добились, и отпустили. На следующий день мальчик подал на них заявление в суд, представив медицинское заключение об избиении и пытках. Однако даже если докажут вину милиционеров, им грозит всего от 5 до 7 лет. Больше уголовным кодексом Узбекистана не предусмотрено. Впрочем, и эта уголовная статья на практике почти не применяется. В тюрьме города Копейска, это в Челябинской области России, произошла массовая драка с участием мигрантов из Таджикистана. Причиной конфликта стала ссора российского заключенного с отбывающим наказание таджикским гражданином, который должен был платить некую дань. Некоторые СМИ указывают, что мигрант осужден по статье торговля наркотиками и считался, выражаясь жаргомным языком, барыгой, который должен был платить деньги другим заключенным. По другим данным, каждый мигрант в российской тюрьме находится на особом положении. Некоторые СМИ указывают, что причиной драки стал долг. Меж тем, тюрьма Копейска известна бунтом заключенных в 2012 году. Заключенные в ноябре объявили массовую голодовку, вывесили плакаты с просьбами о помощи, указывая, что администрация колонии их избивает и пытает. Собравшихся у стен колонии родственников разогнал ОМОН. Двое суток длилось противостояние. В итоге было заведено несколько десятков уголовных дел не только против поднявших бунт заключенных, но и надзирателей. Доведены ли дела сотрудников колонии до суда, до сих пор неизвестно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, обращаясь к новоизбранному парламенту, заявил, что настало время менять Конституцию. По его мнению, хоть выборы и были честными, но в парламент прошло так много олигархов, что в итоге не соблюдены квоты по числу женщин и представителей национальных меньшинств. Местные эксперты по-разному оценили едва ли не фултонскую речь Атамбаева. Некоторые назвали его праведником, готовым отказаться ради народа от всего. Другие не только указали, что и сам президент отнюдь не бедный человек, но и у него могут быть далеко идущие планы проведения во власть через парламент подконтрольного преемника. Будет ли в очередной раз изменена многострадальная киргизская конституция? И каковы все-таки планы Атамбаева? Мнение эксперта. Сейчас Кыргызстан входит в новый этап своего развития с выборами нового созыва Аджгур-Кукинеша. Сейчас происходит определенное переосмысление политическими элитами своих целей, своих задач. И это касается, конечно, института президента. То есть в эти оставшиеся два года до очередных выборов президента Кыргызстанской республики определенные элиты, определенные сферы влияния, группы влияния в стране, они будут вести определенную работу по пересмотру, возможно, определенному политической системе страны. То есть нынешняя система, которая заключается в распределении полномочий между парламентом и президентом, эта система достаточно уязвима, потому что находятся определенные точки споров, точки конфликтов, которые решить не всегда сложно. В частности, это касается вопросов назначения министров. Часть министров силового блока назначает президент, остальную часть правительства – коалиция парламентского большинства. И возможно, что данные вопросы в ближайшие два года будут решаться. С вами была новостная служба Центрально-Азиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok